Первое, промежуточный выбор. Нет, нет, секундочку. Дальше. Генпрокурор не должен быть главным силовиком страны. Потому что тут идет такое, как бы, понимание того, что генпрокурор это что-то такое, что-то такое невероятное. Это главный силовик страны. Так Пшонка был таким? И Януковича. Не нужен нам, нам должен еще быть слуга закона. Дальше. Реформы делают не прокуроры. Прокуроры-исполнители. Реформы создает парламент, общественность, которая контролирует парламент, помогает это делать. Главный прокурор это должен быть менеджером по выполнению этих реформ, по имплементации этих реформ. Дальше идем. Не путайте патрульных с прокурорами. У прокурора должно быть знание УПК, процедурных этих вещей. А у прокурорных не должно быть? Вообще никаких. Нет, ну подождите. Не в таком объеме. Понимаете? Не в таком объеме. Во-вторых, посмотрите, как вы люстрировали. Вы хороших прокуроров отправили обратно. Остались плохие там. Что, Галумша плохой прокурор был? Но вы его первого люстрировали. Первого Галумша люстрировали из прокуратуры. Так кто его люстрировал? Я не знаю кто. Парламент, наверное, принимал такое. Парламент не принимает таких решений. Поэтому я вот что. Давайте вывод какой. Значит, сейчас нужно остыть. Проанализировать комитету Верховной Рады, профильным комитетом, что правильно, что неправильно в этом законе. Учесть ошибки. Дальше. Эта реформа прокуратуры должна идти в контексте и реформы суда, и полицейской реформы, которая остановилась на полпути, потому что надо там следствие менять, надо все вот эти специальные службы и так далее, не только патрульную полицию. В национальном совете реформ должен быть такой блок, который все это изучит, и потом уже подавать кандидатуру генерального прокурора. Он не должен быть чистым политиком, но он не должен быть и чистым профессионалом, потому что он профессионалом взглядов не будет. То есть может быть не чистым профессионалом. Вот здесь вот действительно, вот в чем вы правы, я хочу... Он должен быть политиком в том смысле, понимать, какую политическую линию осуществлять при реформе прокуратуры. Вы правы, это в том, что систему, безусловно, нужно реформировать не точечно. Не сегодня генпрокуратуру, завтра судебную. Конечно, это все вместе надо делать. Смотрите, вот у нас последний пример только прошлой, по-моему, на прошлой же неделе задержали мэра Выжгорода. История, ну, грандиозная взятка. Вопрос сейчас не в том, многие там уже начинают говорить о том, что его просто подставили. Есть обвинение человеку. Суммы гигантские. 200 тысяч на руки, миллион вообще просим. Где он сейчас? Кто знает? Дома. Он не дома. Он не дома. Он в своем кабинете. Он подписывает документы.